Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Пришкольные лагеря, тренировочные сборы, праздники и фестивали. В городской администрации обсудили, как организован летний отдых детей. В Самаре проведут комплексную проверку всех ограждений на набережной. Такое поручение дала глава города Елена Лапушкина после инцидента на пляже. Конфликтовал с окружающими и нецензурно выражался. В Самаре экстренно посадили самолет Москва-Ереван из-за дебошира на борту. В регион пришла 30-градусная жара, как самарцы проводят лето. Проверка на сочность, как выбрать спелый и сладкий арбуз. Промежуточные итоги летней детской оздоровительной кампании подвели на рабочем совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Дети отдыхают и в лагерях с постоянным пребыванием, и с дневным. Участвуют в спортивных массовых праздниках, культурных встречах и фестивалях. А ребята постарше имеют возможность заработать. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Более 450 детей отдохнули в первую смену в лагерях Волжский Артек и Волжанка, которые находятся в ведомстве Департамента опеки и попечительства. Еще столько же отдыхают во вторую смену. Об этом говорили на совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Смены проходят в разных тематиках. Чтобы раскрыть потенциал каждого ребенка, для них подготовлены спортивные соревнования, творческие кружки, мастерские и дискуссионные клубы. Разнообразить досуг помогает новый кинозал в Волжском Артеке. В Волжском Артеке, помимо кружков и спортивных секций, в этом году оборудован замечательный кинозал, в котором ежедневно организуется коллективный посмотр фильмов. Кинозал оснащен с современным оборудованием для комфортного времяпровождения и пользуется особой популярностью у детей. Закончили свою работу лагеря с дневным пребыванием, организованный в учебных учреждениях. В этом году были открыты 186 школ, в которых отдохнули более 15 тысяч детей, что выше показателей предыдущих лет. Кроме того, ребята могут участвовать в 27 провинных сменах в 6 оздоровительных лагерях, а также присоединиться к онлайн-сервису «Самарское детство», где проходят конкурсы, интерактивы, виртуальные экскурсии по городу и разные мастер-классы. Цель проекта – организовать эмоционально привлекательный досуг детей и подростков, наполнить отдых интересными, познавательными, развлекательными мероприятиями и правильно организовать режим дня. И уникальность проекта в том, что живой проект на самом деле совершенствуется и корректируется он в зависимости от пожеланий участников. Профессиональные спортсмены лето проводят на учебно-тренировочных сборах. На базах в пяти разных регионах России подготовку проводят более двух тысяч юных самарских атлетов. Кроме того, для учащихся спортшкол и секции организованы 12-дневные смены в лагере «Олимп». Школьники в середине июля будут играть на городском этапе турнира «Лето с футбольным мячом». Любители могут участвовать в массовых спортивных праздниках, сдаче норм ГТО в парке Гагарина, бесплатных занятиях на первомайском спуске Набережной, а также записаться к тренерам-общественникам, которые работают в каждом районе. Их деятельность глава Самары поручила активнее освещать в социальных сетях. В каждом районе надо побывать, посмотреть, как у нас тренеры-общественники работают. Ну и не забывайте о размещении этой информации тоже в соцсетях, занятиях. Глава районов тоже к вам обращаюсь. Разнообразную летнюю программу подготовили для детей специалисты Департамента культуры. Библиотеки, музеи, дома культуры организуют мастер-классы, встречи и занятия на любой вкус. Участниками программ в июне стали почти 30 тысяч детей. Самыми яркими стали массовые фестивали. Например, горожанам понравился праздник «Пусть всегда будет детство», который прошел 1 июня в Струковском саду в честь Дня защиты детей. Обсудили и летнее трудоустройство подростков. 134 предприятия предоставили несколько тысяч предложений для несовершеннолетних, которые хотят не только отдохнуть, но и заработать денег. Среди доступных вакансий – разнорабочие и помощники специалистов. Андрей Григуленко, Константин Головин. События. А началось сегодняшнее совещание с разбора происшествия, которое случилось 9 июля. Инцидент произошел около 16 часов в районе полевого спуска. На девушку упала часть ограждения набережной. Ее доставили в больницу. Сейчас пострадавшую уже выписали домой. Правоохранители вместе с администрацией разбираются в причинах случившегося. Специалисты профильного предприятия доложили главе Самары на совещании, что инвентаризацию ограждений проводят регулярно. Последняя проверка была две недели назад. Существенных дефектов не обнаружили, а мелкие устранили сразу после выявления. Не исключено, что ограждение упало из-за механического воздействия. Глава города Елена Лапушкина поручила провести дополнительную комплексную проверку всех ограждений. На этой неделе в Самаре пройдут плановые работы на сетях холодного водоснабжения. Из-за этого жильцам ряда домов предстоит потерпеть временные коммунальные неудобства. В четверг, 14 июля, с 9.30 до 12.30 воды не будет на улице Старозагора в домах номер 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43 и на улице 22-го портсъезда 154А. Информация предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. Точные данные для предупреждения жителей диспетчерская служба передает в управляющие компании и в администрацию, сообщает в пресс-службе ресурсоснабжающие компании. Правоохранители Самарской области продолжают разбираться в причинах крупного ДТП. Ночью, 9 июля, в Красноярском районе столкнулись Нива и Лада Ларгус. Два человека погибли, а пятеро пассажиров госпитализированы, в том числе два мальчика, 6 и 8 лет. В результате дорогоно-транспортного происшествия водители данных транспортных средств погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. А также три пассажира автомашины Нива и два несовершеннолетних пассажира автомашины Лада Ларгус доставили в медицинские учреждения. В Самаре простились с Рагимом Гаджиевым. Рядовой погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. А дать дань памяти пришли близкие, друзья и просто неравнодушные жители. Михаил Ермоленко расскажет подробнее. Настоящий солдат, лучший из лучших сыновей Родины. Таким Рагим Гаджиев запомнился своим сослуживцам, родным и близким. Мама Маргарита Вячеславовна вспоминает, что Рагима всегда уважали друзья за доброту и справедливость. Рядовой мотострелкового батальона погиб во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации на территории Украины. Погиб он в районе населенного пункта очередного, который наши войска освобождали. В районе безымянной рощи по информации сослуживцев противотанковый боеприпас попал в бронетранспортер, где находились эти ребята. Они погибли. Рагим Гаджиев служил по контракту в мотострелковых войсках, часть которых базируется в Рощинском. Погиб военнослужащий 7 июля во время передислокации. Скончался на месте от полученных ранений. Рагиму Гаджиеву было 29 лет. В Самаре у него осталась мама. Солдата похоронили на кладбище Рубежное. Далее, коротко о других событиях дня. В ближайшее время в России появятся новые медицинские сервисы, которые позволят пациентам хранить все свои анализы и результаты исследований в облаке, видеть подобные сведения обо всех поликлиниках, больницах и врачах, быстрее и удобнее записываться на прием. Об этом рассказал замминистра здравоохранения России, курирующий вопросы цифровизации медицины Павел Пугачев. По его словам, QR-код может стать в будущем ключом к информации обо всех прививках каждого конкретного человека, сделанных ему на протяжении жизни. С помощью такой системы можно будет с точностью вплоть до конкретного населенного пункта оценить коллективный иммунитет и спрогнозировать риски распространения инфекционных заболеваний. Тем временем инфекционисты прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 в России с середины августа и осенью, так как люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного вируса. Пока по статистике увеличение числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в стране не отмечается. Дальнейшая эпид-ситуация будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к инфекции. Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов Юга и Центральной части России продлили в 23-й раз. Теперь до 18 июля, сообщает Росавиация. Это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В качестве альтернативы предлагают использовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Самолет Москва-Ереван экстренно сел в Самаре из-за дебошира на борту. Инцидент произошел в воскресенье ночью. Один из пассажиров в алкогольном опьянении конфликтовал с окружающими и нецензурно выражался. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке. Полицейские задержали правонарушителя и доставили в дежурную часть Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте. В отношении дебошира составили протоколы об административных правонарушениях. Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что производство автомобилей без подушек безопасности – это временная мера. По его мнению, АвтоВАЗ сможет найти новых поставщиков из дружественных стран. Напомним, в июне АвтоВАЗ возобновил производство Лада Гранта после длительного простоя. Однако в новой комплектации нет подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Компания отправила сотрудников в простой после того, как иностранные партнеры прекратили поставки комплектующих в Россию из-за введения санкций. Самара на этой неделе числится лидером по температурному максимуму в стране – 30 и выше. Даже в Сочи столбики термометров ниже – всего лишь плюс 24. Отдохнуть от жары можно на западе нашей страны – в Санкт-Петербурге и Калининграде. А как самарцы, не выезжая за пределы региона, спасаются от палящего солнца, расскажет наш корреспондент. Самара на этой неделе претендует стать одним из самых жарких городов страны. По данным синоптиков, столбики термометров уже несколько дней держатся на отметке выше 30 градусов жары. И такую же погоду обещают на ближайшие дни. Конкуренцию города на Средней Волге составляют Перемь, Воронеж и Казань. Там тоже до конца недели установилась 30-градусная жара. Спастись от солнечного пекла можно в Калининграде и Санкт-Петербурге. Там по 18 градусов с плюсом. Мы спросили у самарцев, как они проводят эти жаркие дни в Самаре. За Волгой на проране с женой. Выходные на даче. Очень плодотворно, полезно и солнечно. Собираемся в отпуск под Тольятти в санаторий отдыхать. Мы купались на Волге, на Самарке. Офигенная вода, прохладная. Пляж, холодная водичка, речка, все дела. Мы тоже купались на Жигулевском море, ездили и на Волгу. За Волгой загораем, отдыхаем. Все в принципе. Самарши город-курорт, как говорится. Также жители города рассказали, как они спасаются от жары. Я дома сидел, у меня кондер. Мне прекрасно было. Только вечером, когда жара спадает, уже можно выйти вот так. Только так. Под кондиционером. Вот спасать от жары. Я в офисе проводил время под кондиционером. Отлично вообще. А так солнце первый раз увидел, вот в магазин вышел. На метро я передвигаюсь. Это спасение? Да, я там замерзла вообще. Вышла, согрелась, хорошо. Еще один способ спасения от жары – гастрономический. Мороженое, холодная вода. Отсвежающий, охлаждающий, холодный напиток. В ближайшие дни жара не собирается покидать Самарскую губернию. Температура будет держаться в районе плюс 30. В четверг ожидается ливень. А до и после – сухая солнечная погода. Медики рекомендуют в это время не злоупотреблять пребыванием на открытом солнце. С полудня до пяти часов нужно стараться находиться в тени и часто пить воду небольшими порциями. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Тем временем в Самарской области уже произошло несколько трагических случаев на воде. 10 июля в реке Большой Кенель в районе понтонного моста утонул 22-летний молодой человек. Несколько часов там работали водолазы. Причиной трагедии стало купание в необорудованном месте. Ранее в водоеме микрорайона Южный город утонул 11-летний мальчик. Также в выходные на Волге в районе Федоровки в Тольятти перевернулась лодка, в которой находились 45-летний мужчина и 41-летняя женщина. Сотрудники ГИМС спасли и эвакуировали людей на берег. Спасатели призывают жителей купаться только на оборудованных пляжах и соблюдать все меры безопасности на водном транспорте. Символы лета, жары и отдыха. На рынках и в супермаркетах самарцы стали активно покупать арбузы. На что следует обратить внимание, чтобы выбрать самую спелую ягоду, выяснила Александра Гусева. Арбузный сезон еще не наступил. Однако на рынке уже толпа желающих приобрести сочную ягоду. Так как же правильно выбрать арбуз, когда все самое ценное и вкусное скрыто под толстой коркой? Сегодня нам помогут в этом продавцы. Сочные арбузы прекрасно утоляют жажду в жаркий летний день. Вот и Ольга Соколовская частенько заходит в обеденные перерывы во фруктовую лавку, чтобы побаловать себя чем-то вкусным и полезным. Признается, что при выборе арбуза практически всегда полагается на слух и советы продавцов. Ну, как они привезли, я сразу же их покупаю. Потому что я очень люблю арбуз, но арбузы очень хорошие, сладкие. Есть много способов проверить арбуз на спелость. Как говорят торговцы, у каждого покупателя свой подход. Без внимания не остается ни сантиметра ягоды. Хвостик, пятна, полоски, трещинки. Покупатели присматриваются ко всему. Не стоит забывать про излюбленный, давно всем известный метод. Определять спелость по звуку. Слишком звонкий звук говорит о том, что плод еще не дозрел, и употреблять его в пищу пока рановато. Приспевший арбуз звучит глухо, а если звук гулкий, то спело ягоде пора на стол. Вот, например, как барабан, это значит хрустящий арбуз. Еще один способ выбрать самый сладкий плод, так называемый гендерный. В ботанике разделения арбузов на женские и мужские плоды не существует. Принадлежность ягоды к мальчикам или девочкам условна и придумана наблюдательными любителями полосатых ягод. Они подметили внешне отличительные черты, которые проявляются у ягоды в период опыления цветоносов. Самые сладкие, по отзывам покупателей, это арбузы девочки. А вот по количеству плодов лизируют арбузы мальчики. Вот, например, вот этот арбуз, арбузика, сейчас я вам попозже. Вот этот, если чуть широко будет, да, это арбузика. В Самарской области из-за погодных условий выращивать арбузы нелегко. Поэтому большая часть бахчевых, которые сейчас есть на прилавках, привозят к нам из Астрахани или Казахстана. По рассказам продавцов, покупатели отдают предпочтение в большей степени казахстанским арбузам. Говорят, как будто вот сейчас в Киргизии пойдут арбузы, они будут очень сладкие. Так, сейчас мы берем в Казахстан. Арбузы помогают побороть жажду и восстановить водный баланс. Они содержат в себе много питательных веществ и витамины. Основными составляющими являются витамин С, витамины группы В, фолиевая кислота. Среди микроэлементов – калий, магний и натрий. А также в плодах содержится определенное количество природного антиоксиданта, который помогает сохранять молодость и здоровье. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. 11 июля исполняется 119 лет со дня рождения одного из символов отечественной внешней разведки – Рудольфа Абеля. Советский разведчик, человек, проживший несколько жизней, был известен под разными именами. Но его настоящее имя – Вильям Фишер. До сих пор личность этого человека остается загадкой. В течение 9 лет, с 1948 года по 1957, Абель был резидентом советской разведки в США. Центральной фигурой сети разведчиков и завербованных агентов, добывающих для Советского Союза ядерные секреты Америки. В то время Соединенные Штаты создавали новые виды ядерного оружия, модифицировали старые, совершенствовали средства доставки. Благодаря оперативной работе разведчиков, в том числе Рудольфа Абеля, Советский Союз включился в атомную гонку и буквально наступал американцам на пятки, в конце концов вырвавшись вперед. Абеля вместе с семьей эвакуировали в Волжский город 3 сентября 1941 года, тогда под своим настоящим именем Вильям Фишер. Разведчик перебрался сюда в качестве сотрудника центрального аппарата НКВД. На сегодняшний день удалось установить два места жительства Абеля в Куйбышеве. Первое здание до наших дней не сохранилось, зато второй дом стоит до сих пор и располагается по адресу Молодогвардейская 8. В 2015 году на одну из стен здания установили памятную табличку в честь выдающегося разведчика. Свой день рождения скоро отметит и телеканал Самара ГИС. В честь своего 15-летия мы запустили конкурс. Поучаствовать в нем и побороться за подарки до конца июля могут все жители столицы губернии старше 16 лет. Условия предельно просты. Подписаться на группы телеканала Самара ГИС в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления телеканала Самара ГИС на электронную почту, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом Самара ГИС 15 лет на своей странице во ВКонтакте. Подведение итогов конкурса состоится 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. В Самаре в минувшие выходные отмечали День семьи, любви и верности. Чествовали крепкие семейные пары. В парке имени Щерса поздравили самарцев, которые в браке уже более полувека. В атмосферу праздника погрузилась Светлана Тимофеева. Вы еще одна задача сложная, найдешь, но вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко полюбить на ней. Для тех, кто собрался в парке Щерса, любовь оказалась самой настоящей. Ведь прожить в согласии больше полувека – задача непростая. Но в глазах пожилых супругов до сих пор светятся теплые чувства к своим вторым половинкам. Когда женишься – это хорошо, но надо все это пронести через всю жизнь. Вы знаете, в жизни всем бывает тяжело. Это работа, это воспитание детей, это забота о доме, о близких. Это всем бывает тяжело, но если есть взаимопонимание, если это же самая любовь, самая главная, то это все нам под силу. Галина и Андрей Дерри прожили в браке 65 лет. Вырастили двоих детей, теперь уже заботятся о правнуках. В День семьи, любви и верности они и еще 11 пар принимали поздравления. Это пары, которые отличились тем, что принимают активное участие во всех мероприятиях, которые проходят у нас в районе. Они потрясающие люди. Есть артисты-корр, есть у нас активисты, есть просто замечательные люди. Хочется всем пожелать от души в этот день, чтобы в семье у всех царил мир и любовь. Каждую пару наградили почетной грамотой, вручили подарки, затем сделали общее фото на память. Завершила вечер концертная программа. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Крылья Советов заканчивают подготовку к новому сезону, который стартует уже в ближайшие выходные. В последнем контрольном матче самарцы одолели еще одного участника премьер-лиги – Екатеринбургский Урал. Об этом, а также других спортивных новостях – в нашей рубрике. Футболисты Крыльев Советов в Екатеринбурге провели последний контрольный матч в межсезонье. Самарцы разгромили местный Урал 3-0. Матч проходил в три тайма по 40 минут. В самом начале встречи у хозяев был удален полузащитник Мишкич, но по договоренности команды продолжили матч в полных составах. У Крыльев на поле вышли 24 игрока. Счет на 63-й минуте открыл Коваленко, также отличились Пеняев и Якуба. Следующий матч самарцы сыграют уже в чемпионате России 16 июля в Оренбурге. В столице на Гребном канале Москва завершился чемпионат России по гребле на Байдарках и Каное. В соревнованиях приняли участие свыше 300 сильнейших спортсменов из 30 регионов России. По итогам состязания определится состав национальной сборной страны для участия в международных соревнованиях Кубок Доброй Воли, который планируется провести в начале сентября в Москве. Спортсмены выступали на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, а также в двойках и четверках в соответствии с программой чемпионата. Представители Самарской области завоевали 12 медалей. Самой успешной стала Алина Ковалева. На ее счету 4 золота и 1 бронза. Два первых места, одно второе и одно третье занял Михаил Павлов. Также медалями отметились Кристина Полежай, Алена Вербина, Павел Петров и Илья Штакалов. Исполком Федерации гандбола России утвердил модернизированную систему розыгрыша чемпионата России. В предстоящем сезоне борьбу за награды женской суперлиги проведут 13 команд, в том числе и Тольяттинская Лада. Команды сыграют в несколько этапов. Сначала предварительный, где каждая команда проведет по две встречи с соперницами. Затем 7 лучших команд и 6 худших сыграют в отдельных групповых турнирах, после чего застоится плей-офф. К 7 командам присоединятся лучшие из оставшихся. Таким образом у клубов будет больше матчей в сезоне. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. 15 июля в Самаре проведут распределение свободных мест в детских садах на следующий учебный год, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести» с Дворянской. Для успешного проведения процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. Если есть неточности, необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление изменений. Распределение проводится в автоматизированном порядке. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки «Самары» информирует, что продолжается прием заявлений от родителей и близнецов, поступающих в первый класс. Таким семьям полагаются выплаты. За оформлением необходимо обратиться в многофункциональный центр или в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения по месту регистрации. Глава Куйбышевского района «Самары» Алексей Коробков провел личный прием граждан. В повестке было несколько вопросов. Организация парковочного места для маломобильных граждан, обслуживание общедомового имущества и признание дома по улице Стадионной аварийным. По всем заявлениям нашли решение. По парковке до 1 сентября будут проведены все необходимые работы. По признанию дома аварийным в Департамент управления имуществом «Самары» направят соответствующее письмо. Прием граждан глава района проводит каждый первый вторник месяца с 14 часов. По предварительной записи сообщает телеграм-канал Куйбышевского района «Самары». А телеграм-канал администрации Красноглинского района рассказывает, как получить карту болельщика. Есть два способа оформления на госуслугах и через МФЦ в Крутых Ключах. Зарегистрироваться на портале госуслуг нужно обязательно. Затем выбрать услугу карта болельщика, подтвердить свои персональные контактные данные и загрузить портретное фото. Городской департамент спорта публикует в своем телеграм-канале расписание акций «Самара в движении», а также «Приходи на пляж, поиграем». Для жителей и гостей Самары ежедневно проводят тренировки на открытом воздухе. Например, во вторник вечером в парке Гагарина пройдет йога, кикбоксинг, занятия танцами. На второй очереди набережной в районе Первомайского спуска, фитнес-тренировки зумба, а также пляжный футбол, волейбол, теннис, бокс и регби. В среду в парке Гагарина функциональная тренировка и йога для здорового позвоночника. На второй очереди набережной стрейчинг и хатха-йога, а также все пляжные виды спорта и алтимат фризби. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страницах в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Будьте здоровы! Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!